Русская литература Дедал – литературную премию имени Миланы Алдаровой вручили талантливым авторам. Театральные дни Карфагена – жители Тунисской республики насладились русским театральным искусством. А теперь подробнее об этих и других новостях. Накануне в столице Франции прошел девятый салон «Русская литература». Ежегодное мероприятие продолжает свою деятельность, несмотря на западные ограничения. Более того, в этом году количество посетителей и его участников заметно возросло. По словам постоянного директора салона Ирины Рекшан, трехдневный литературный марафон стремится в первую очередь сохранить трибуну живого слова, пришедшего из России. К традиционным стендам издательств, предлагающим новинки, так или иначе связанные с российской тематикой, в этом году присоединился крупный книжный магазин «Лайбрери Винсент». Проходил книжный салон под знаком чествования 130-летия со дня рождения Владимира Маяковского. Чтобы выступить перед французской публикой, в Париж из Москвы прилетел Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Он рассказал о Маяковском, как и законодатели, стиля не только в поэзии, но и в моде, в образе жизни. На встречи с читателями пришли французские авторы, исследующие свои семейные корни. Например, Анна Андроникова опубликовала на французском языке воспоминания баронессы Мейендорф, своей тете. А французская писательница с русскими и армянскими корнями Марина Дидиян рассказала о своем романе под названием «Там, где сумерки сливаются с рассветом». Это биографическая фреска из жизни старшего поколения ее семьи, покинувшего революционный Питер. В Москве вручили премию имени Миланы Алдаровой, самой загадочной российской поэтессы, объединившей два столетия. Ее литературные произведения ставят в один ряд с мировой классикой и пророчат им вечность. На торжественной церемонии награждения побывала наша съемочная группа. Милана Алдарова – это псевдоним. При жизни автор не любила рассказывать о себе, поэтому найти ее биографические данные совсем непросто. Наверняка известны в годы жизни поэтессы. Она родилась в 1956 году, а ушла из жизни в 2012. Но самое главное, что известно об этом выдающемся человеке, это, конечно же, ее литературные произведения, пронизанные оточенным словом. Оратория «Дедал», для создания которой Алдарова даже выучила древнегреческий язык. И книга стихов «Отсрочьте суд». Один из редакторов, вкусу которого я бесспорно доверяю, сказал, что ее книги – это последние книги серебряного века, опоздавшие к нам на сто лет. Я считаю, что она абсолютно имеет полное право находиться в одном ряду с нашими классиками. Во-первых, потому что чистота первоначальная, во-вторых, очень оточенный слог и глубинный смысл тот, который заставляет человека становиться лучше. Литературная премия – это один из способов вернуть имя автора. Также издательский дом Игоря Сазонова выпустил репринт сборника «Отсрочьте суд» и его новую версию с авторскими правками, сделанными Миланой Алдаровой прямо на страницах издания 1988 года. В ближайшем будущем планируется выход еще не изданных стихов, составленных ею циклов «Русь», «Мысль», «Небывшая весна» и других. Первое впечатление, которое было, это просто от количества участников и от качества произведений. Я не ожидал, что в принципе сама по себе тема Древней Греции, тема Дедалла, отношений, которые тогда были, является настолько универсальным языком. Я с ней познакомился в 1989 году, когда впервые взял в руки ее книгу и впервые ее увидел. Больше с тех пор я ее не видел ни разу в жизни, но в книгу влюбился сразу, и все эти там 30 с лишним лет эта книга была со мной. А когда я занялся издательской деятельностью, у меня возникла идея переиздать эту книгу, потому что я считаю, что это очень хорошие стихи. Я начал искать родственников, кто сохранил архив. Когда мы нашли архив, мы поняли, что там есть еще что издавать. В короткий список премии вошли 79 авторов в четырех номинациях. Среди них номинация «Произведение» за стихи или прозу мифологической направленности, имеющую отношение к периоду жизни Дедала, персонажа из древнегреческой мифологии, выдающегося художника и инженера. Считается, что он был изобретателем разных инструментов, а также строителем Кносского лабиринта на острове Крит. Я поняла, что мы во многом, наверное, похожи по взглядам. Я попыталась просто, чтобы она сказала на это. И написала на одном дыхании то, что чувствовала сама. И почему-то я была уверена, что мы с ней выиграем. Вот что нас отметят. Хотя это не было посвящено именно теме Дедала. Это посвящено именно Милане. В номинации «Исполнение» наградили за декламацию стихотворений Миланы Алдаровой или пение отрывков из ее оратории. Я бы смогла ее описать тремя словами. Трепет, счастье и вдохновение. Она очень трепетно относилась к своему делу, к тому, о чем она писала. И мне кажется, в наше время таких писателей очень-очень сильно не хватает. В номинации «Иллюстрации» принимались произведения в любой художественной технике, также имеющие отношение к оратории Дедал. То же самое относилось и к номинации «Рецензии». Принять участие в конкурсе на соискании премии могли граждане любых стран, пишущие на русском языке. Наша площадка, Брюсов холл, очень трепетно относится к деятелям литературы и искусства. У нас здесь даже есть свой собственный маленький музей безымянного поэта. Мы так это назвали. Мы собираем различные мемории и артефакты, скрипты, которые остаются после поэтов, которые по разным причинам не стали широко известными. И действительно, мы покупаем на аукционах дневники, рукописи поэтов прошлых не только лет, но и веков. Мы здесь их бережно складируем и что-то выставляем в витринах на стенках нашего кафе, которое называется «Библиотека». Премия имени Миланы Алдаровой учреждена издательским домом Игоря Сазонова при поддержке Российского союза писателей в целях популяризации ее творчества, а также поиска и поощрение новых талантливых авторов современной русской литературы. Евгения Фахурдинова родит гор специально для программы «Время русского мира». Впервые за много лет жители Тунисской республики увидели русское театральное искусство. В партнерстве с «Русским домом» в Тунисе состоялся 24-й международный фестиваль «Театральные дни Карфагена». Одна из ключевых тем событий этого года – влияние Антона Чехова на современный театр. На фестиваль приехали несколько десятков театральных коллективов из Европы, Азии и Африки. Россию представил Московский театр Школы драматического искусства, Санкт-Петербургский театр юных зрителей имени Брянцева и Дмитровский драматический театр «Большое гнездо». Также специально для фестиваля «Театральные дни Карфагена» Государственный музей истории и российской литературы имени Даля подготовил планшетную выставку под названием «Нужны новые формы» о жизни, творчестве и вкладе в развитие театральной драматургии Антона Чехова. В Музее Победы уже несколько недель работает новогодняя почта самого главного зимнего волшебника – Деда Мороза. До середины января у москвичей и гостей столицы есть возможность опустить свое послание с желаниями в специальный почтовый ящик. Сотни детей уже отправили письмо и поздравили Дедушку Мороза с наступающим Новым годом, записав на телевизионную камеру добрые, искренние и яркие пожелания. Все письма, оставленные в Музее Победы, будут переданы зимнему волшебнику в его столичную усадьбу, и он ответит каждому без исключения. Самые добрые и яркие послания примут участие в конкурсе «Лучшее письмо для Деда Мороза», а их авторы получат приглашение в его резиденцию в Кузьминском лесопарке. Ребята успевают не только писать письма Дедушке Морозу, но и отправлять ему видеопослания. Дорогой Дедушка Мороз, желаю тебе всего самого-самого наилучшего, много улыбок и никогда не грустить. Желаю тебе хорошей погоды и много снега. Желаю счастья и крепкого здоровья. Желаю крепкого здоровья, счастья, легкого пути и хороших помощников. Приглашаю в Музей Победы. Почтовый ящик и праздничная акция «Поздравь Деда Мороза» открыли в Музее Победы череду новогодних мероприятий. Установку 10-метровой елки и исторический квест под названием «Елка Победы». Во время интерактивной игры дети смогут преодолеть лабиринты и ловушки, разгадать задачи и шифровки, и, конечно же, справиться с трудностями и стать самой дружной командой. В Мексиканской столице завершила свою работу вторая международная неделя русского языка, науки и культуры. Организатором выступил «Русский дом в Мехико» и Латиноамериканско-российская ассоциация при поддержке российских вузов. В события приняли участие абитуриенты, студенты вузов стран Латинской Америки, слушатели курсов русского языка и преподаватели русского как иностранного. Они соревновались в конкурсах и викторинах, проверили свои знания по русскому языку и культуре, а учащиеся языковых школ подготовили театральные постановки. В онлайн-формате для участников мероприятия выступили педагоги, магистры и аспиранты, которые учатся в России по квоте. Но самое интересное, для них были проведены конференции по инженерной и аэрокосмической тематике, а также курс по культурологии. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Берегите себя, всего доброго и до свидания. Продолжение следует...